Тамара Андреевна – женщина активная. На месте сидеть не любит, четырежды мама, восемь раз бабушка и даже уже прабабушка. Помимо забот о семье, всегда находит время для активного отдыха и общения с единомышленниками. Вот и сегодня они вместе с мужем пришли на Лазутинку, чтобы принять участие в марафоне по скандинавской ходьбе. Победить, конечно, я не побежду, потому что девушке 60 лет, которой с нами занимается 55, а мне, считайте, 83 скоро будет. Но между нами такими, может быть, я победу и одержу, а между молодыми – нет. Но все равно главное – участие. И действительно, для участников марафона самое главное – это активный отдых, общение, море позитива и хорошего настроения. Ой, барыня, барыня, солдариня, барыня! Ой, барыня, барыня, солдариня, барыня! Я знаю, огромное количество людей принимают участие в этих клубах. Это не только скандинавская ходьба, это и абсолютно разные направления и творчества. Когда приходишь и видишь эти люди, они, во-первых, многие знакомятся, находят себе друзей, подруг. У них есть о чем поговорить, о чем вспомнить. И я считаю, это такой прекрасный проект, и нужно его еще больше развивать. Марафон скандинавской ходьбы проходит по всему Подмосковью, в 46 парках. Всего в нем принимают участие около 10 тысяч человек. Участники проекта «Активное долголетие». Мы закупили необходимое количество баллов, 15 саджей, мутболок, веселок. Это было комфортно и удобно. Но самое главное, конечно, спорт должен быть в нашей жизни, независимо от того, сколько сходят. К подготовке марафона подошли тщательно. Из-за количества участников и их возрастного диапазона, всем выдали электронные чипы. Независимо от возраста, от возрастной категории, мы даем одновременный старт сразу для всех участников. И благодаря чипам мы сможем выявить в каждой категории победителя. То есть это будет честно, указано время, это можно отследить. Вот это у нас проходит в клубе «Активное долголетие» впервые. Марафонцам предстояло пройти дистанцию в 3 километра. Но любому из них это испытание оказалось под силу. На финише каждый получил заслуженную награду. От имени главы округа Андрея Робертовича Иванова я вас сердечно рад приветствовать на Одинцовской земле. Пожелать здоровья, благополучия. И сегодняшнее мероприятие, сегодняшний марафон – это яркая картинка того, как нужно относиться к жизни, радоваться жизни. И еще раз с праздником, с Великим Днем России. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.